Всем шалом! Всем шалом! Мы продолжаем наши уроки, продолжаем наши законы шаббата. Сегодня мы разберем одну тему, мы одну тему заразберем, другая будет вытекающая из нее дальше, но мы ее сегодня не закончим. Мы сегодня разберем, я напомню, что мы занимаемся вопросом, то, что называется облик шаббата или характер шаббата, цивьона шаббата. И мы говорили, что это вещь, связанная с всевозможными будничными вещами, которые делаются в шаббат, которые запрещено делать, и это постановление мудрецов. Мы говорили о разных вещах, о спорте говорили на прошлом уроке, о разных вещах. Сегодня мы поговорим, о чем можно в шаббат говорить и о чем в шаббат нельзя говорить. Кроме всего прочего, мы потом поговорим, что в шаббат можно читать, а что в шаббат запрещено читать, но это будет уже, скажем так, ближе к концу, и это мы уже продолжим на следующем уроке. Итак, мы начнем с первой вещи. Мы поговорим о том, о чем в шаббат можно говорить и о чем в шаббат нельзя говорить. Мы говорим, что нужно уважать шаббат заповедью, даже разговором. то есть наш разговор должен быть подходящий для шаббата. Почему мы это учим из Ишайяу? Когда Ишайяу говорит, пророк Ишайяу говорит, «И уважай шаббат, не делай своих вещей и разговаривай какие-то вещи». Наши мудрецы объяснили в трактате «Шаббат» «Чтоб твой разговор в шаббат не был похож на так, как ты разговариваешь в буднии». О чем идет речь? Что человеку в шаббат запрещено говорить о тех вещах, которые ему запрещено делать в шаббат. И неважно, это запрет мудрецов или запрет Торы. То есть ему запрещено говорить о том, что он будет делать в запрещенных днях, допустим, сварю борщ или там как далее. Также ему запрещено говорить вещи, которые запрещены мудрецами. Допустим, я пойду куплю, я куплю то, я куплю это. Это тоже запрещено. Но интересно, что этот запрет, он только шаббатник. Этот запрет не распространяется на другие, скажем так, как отрасли. Например, в Йом-Кипур, например, в Йом-Кипур, можно в Йом-Кипур говорить, что после поста я хочу паку, я буду кушать вот это или другое. Несмотря на то, что в пост запрещено кушать, можно в пост говорить о том, что я буду кушать, потому что это не запрещено. Или в Песах, например, разговаривать о хамце и какой хамец ты будешь есть после Песаха. Поэтому это определенный закон в шаббат. В шаббат нельзя говорить о тех вещах, о которых запрещено делать в шаббат. Поэтому человек, допустим, не может сказать, завтра я поеду на машине туда-то или туда-то. Или завтра я напишу письмо. Или завтра я напишу мейл там начальнику и так далее. Все эти вещи запрещено об этом говорить в шаббат. Или куплю что-нибудь и так далее, и так далее. Более того, нельзя это говорить даже, возлагать на другого человека, чтобы он сделал это для тебя. Допустим, нельзя сказать человеку напиши для меня письмо купи мне завтра, или когда шаббат закончится, то-то или то-то, тоже запрещено делать. Так или иначе, что пошло на руку. Но запрет существует на те вещи, которые человек собирается делать в будущем. Нет запрета на вещи, которые человек собирается делать или сделал уже в прошлом, если не влияет ничего. Поэтому, например, кроме тех случаев, когда человек направляет и объясняет, что своему ближнему можно он сам купить. Например, нельзя говорить, я пойду, куплю такой-то дом, куплю такую-то квартиру, сделаю то-то, сделаю другое. Но можно сказать, я купил, допустим, с другом встретился, я купил дом, я купил машину. Но это можно сделать только в том случае, если этот человек, с которым ты говоришь, не собирается покупать дом или покупать машину. И он начнет с тобой разговор, который связан, и ты начнешь ему объяснять, как ему сделать ту или иную сделку, которую запрещено делать шаббат. Окей, это, в принципе, правило запрещенного разговора. Это как бы глобальное правило. Мы немножко сейчас зайдем скоро в более, скажем так, в практику. Есть один нюанс. Гиргур, то есть, да, думать. Думать можно. Думать можно, нельзя говорить. Я смотрю, к нам присоединился еще один человек. Костя, что вам Костя? Добро пожаловать на урок. Так вот. Можно сказать? Да. Пришло, Шарч. Кто-то обиженный написал, почему удалили с конференции. А я не знаю, был на арабском что-то. Написано Се-па-ну... Не знаю, кто это. Написано... Пусть попробует зайти еще раз. Я сейчас написал что-то на арабском. Попробуйте. Попробуйте. Сейчас. Я удалил, потому что был арабский. Я не понял, что это такое. Я как бы... Я думал... Окей. Тоф, давайте продолжим. Так. Мы сказали, что в принципе запрещено говорить, но думать можно. Почему? Мы учили то, что мы уже говорили в этом несколько раз. написано ВДБРДВАР. То есть разговор запрещен ГИРГУРИМУТАРИМ. То есть думать о чем-то разрешено. Кстати, это не только думать, и намекать на работу тоже можно. Например, нельзя говорить... Как мы сказали, завтра я поговорю с тем-то или другим человеком по телефону. что по телефону. Но можно сказать, что я завтра поговорю с кем-то и тем-то человеком, не упоминая телефон. Несмотря на то, что всем прекрасно понятно, что разговор будет также по телефону, но если не упоминаешь телефон, и это только намек, в этом тоже запретность не существует. Или, например, нельзя говорить, завтра я поеду в Тель-Авив, завтра я поеду в Петахтику, завтра я поеду в Днайбрак, потому что ездить запрещено. Но человек может сказать, что завтра я пойду. То есть, вместо поеду, пойду в Днайбрак, в Иерусалим и так далее. Хотя всем понятно, что человек пешком-то не поедет, и он-то поедет. Это намек. Другой вопрос можно было задать. Стоп. А ведь идти тоже в Днайбрак, не в Иерусалим невозможно по причине того, что слишком далеко. И есть запрет запрет идти, то есть больше 2000 локтей, то есть около километра, а дальше уже все. Ответ на это, если бы сделали Иерусалим, то можно было бы идти пешком в Шаббат, и по этой причине это не запрещенное действие в Шаббат, и поэтому человек может сказать, что он пойдет. Более того, когда человек говорит это, он может таким образом намекнуть другому, человеку, что он может присоединиться к нему к этой поездке, не упоминая этого. Например, начался разговор, мне нужно в Иерусалим и так далее, говорит только человек в гостях, и человек говорит, я вот что после Шаббата буду в Иерусалиме, например. Человек понимает с намеком, обсуждать это нельзя, но он с намеком может понять, что в этот момент он может присоединиться к нему в Моцишаббат. Обсуждать это нельзя, но таким намеком можно говорить, и в этом нет проблемы. Более того, интересная вещь, например, у человека в гостях находится водитель такси, человек хочет поехать в Моцей Шаббат на такси, и он хочет, чтобы этот таксист, который у него был в гостях в Шаббат, его повез, он не имеет права сказать ему, обсуждать с ним поездку в такси, но что он, да, может сказать, он может сказать, скажи, пожалуйста, тебе не нравится, то есть можешь ли, я выключу, тут кто-то говорит, я выключу звук, я, прошу прощения, выключаю звук для того, чтобы я говорил, если есть вопросы, у кого-то может выключить звук, включить звук и спросить, но чтобы не было шума на фоне, фонового шума, то есть я выключаю звук. Окей, итак, у человека в гостях есть, например, водитель такси, он хочет поехать с ним в Моцей Шаббат, как ему это сказать, но в Шаббат говорить нельзя, он может сказать, скажи честно, есть возможность, может такое случиться, что ты вечером заскочишь за мной, не говоря ни про такси, ничего не приказывай, кстати, если он скажет, пожалуйста, приди в Моцей Шаббат ко мне домой, это уже запрещено, по причине того, что в приказном тоне делать намеки запрещено, окей? Кстати, если человеку нужно нанять кого-нибудь работника, то есть, да, человек встретил своего работника и хочет, чтобы он пришел на работу в Моцей Шаббат и сделал то-то и то-то дело, как с ним говорить? Нельзя ему сказать, я хочу, чтобы ты в воскресенье пришел в офис, ты сделал то-то, сделал все-то, что там можно сказать? Можно сказать, я надеюсь встретить тебя в Моцей Шаббат. Все, все, это намек, так можно, вот таким образом можно, в этом нет проблемы, но не более того. Так что на главу русского народа, так выходит замечательно из комары. Теперь, это по поводу принципов, как их разговаривают, намеками, ненамеками и так далее. Есть вопрос обсуждения дел, что называется хижбунот. Дело в том, что дела или хижбунот, то есть, всевозможные вычисления, которые не несут, скажем так, пользы бизнесу или делу человека, они не запрещены. Это нужно знать и можно разговаривать о вещах, о всяких делах, которые не несут, скажем так, какую-то помощь или какую-то подмогу бизнесу, то есть, ни в чем не помогает. НБМ-туалет и скид. То есть, да, человек ничего с этого не имеет. Например, объясню. Например, запрещено говорить о плате, которое собирается заплатить работникам. Но можно говорить о том, что уже было заплачено. То есть, да, нельзя говорить о том, что я сделаю, потому что в этом есть туэля, то есть, в этом есть помощь, в этом есть какая-то польза. Но говорить о том, что ты сделал, нет никакой проблемы. Или снова, как мы говорили, нельзя говорить о том, что я куплю что-то, но можно говорить о том, что я купил что-то. О, у меня такси проезжает, не такси, а скорая. У нас много сегодня, и вообще не сегодня, а всегда. Сейчас проедет. У нас дело в том, что, кто не знает, у нас дорога напрямую на Беллинсо, на Шарон. А там еще больница Куроны. По этой причине до скорой катаются во всю, скорая во все стороны ездит. Кстати, в шаббат я вижу много такси. Я думаю, куда все ездят на такси? Оказывается, все эти такси, когда мы увидели на улице, у них надпись, это подвозка врачей. Поэтому нету в этом проблемы. Окей, тоф, вернемся к нам. Итак, мы сказали, если у меня нет никакой пользы той информации, которая деловая, которую я говорю, то я могу ее говорить. Например, мы говорим, что я купил что-то, что я заплатил моим работникам, я сделал то-то или то-то. Но можно, нельзя говорить о тех вещах, которые, да, мне будут под спорем, или, да, из них будет какая-то польза. Я не могу говорить человеку, обсуждать с человеком покупкой, о покупке какой-то, которая будет полезна ему, и он тоже ее сможет купить. Или, допустим, я не смогу обсуждать плату моим работникам, если у меня есть и так далее. Например, можно обсуждать урожай. Если вы, например, не являетесь работником сельскохозяйства, фермером, и вы обсуждаете урожаи, которые были, допустим, вот ты видел, как в этом году сколько воды было, как кинерат наполнился, и вот сколько теперь будет урожая того или другого. Но, казалось бы, обсуждение дел, запрещенных в шаббат, но из-за того, что от них нет никакой пользы человеку, а это просто информация, то в этом нет запрета. То же самое, например, когда человек обсуждает, скажем так, финансы государства, например, бюджет государства. Человек, обсуждающий в председательстве государства, ему у него сложно не жарко. Он на него никак не влияет, и от него никакой пользы нет человеку. Он обсуждает, например, ты видел, сколько выделили денег на то, выделили денег на то. Но это не запрещенный разговор в шаббат по причине того, что от этого нет никакой пользы и запрещенного действия, которое может произойти. То есть с этим, я думаю, тоже, надеюсь, принцип понял. Есть очень интересная вещь, которую приводит Эшел Авраам Бучачич. Эшел Авраам Бучачич, он объясняет, есть два Эшел Авраама, просто если Эшел Авраам при Магадиме, с Бучачич, поэтому их разделяет. Он говорит, что если есть очень большая нужда, то можно в шаббат поговорить о всяких делах бизнеса. Например, человек встретил какого-то другого человека, с которым нужно ему заключить бизнес, и он знает, что в будний день у него не получится его встретить. То есть в будний день у него встреча не произойдет, и если он сейчас с ним не поговорит о деле, которое нужно сделать, то этот человек попадет из фона, и он потеряет много денег на это. Таким образом, говорит Эшел Авраам, да, можно разрешить человеку говорить о деле с этим человеком, которого он встретил, но единственное, что нужно немножко изменять. Например, не говори деньги менять на что-то другое. Например, говорит, сделаю с тобой сделку на тысячу шекелей. Не говорите это. Я смотрю, Лени, весело ты. Я не сделаю с тобой на тысячу шекелей. Да, смотрите, это запреты мудрецов по причине того, что проблема в том, что человек может из-за этого перейти к проблематичным действиям. Он должен запомнить постоянно, что шаббат перед его глазами, что находится шаббат. Так вот, он может сказать, например, что я тебе дам за ту сделку, которую мы с тобой сделаем, тысячу халл. То есть вместо тысячу шекелей, тысячу халл. Так можно говорить. То есть вы можете придумать тысячу пуговиц, тысячу... Все, что угодно, то есть то, что не связано, скажем так, напрямую с действием. Это только... Почему? Потому что запрет мудрецов. И когда его... Запрет мудрецов, когда делают в измененном виде, тогда у него спускается уровень еще ниже запрета. И поэтому это становится разрешенным. Это очень важно. Но это разрешили только, если действительно человек, если этого не сделает, он очень многое потеряет. И в этом случае наши мудрецы разрешили. Окей. Мы говорили сейчас о запрещенных действиях, о которых запрещено говорить шаббат и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос другой. Вопрос другой. Можно ли говорить, скажем так, просто о девичах каких-то, скажем так, они не связаны с запрещенными действиями, какими-либо. Но они, скажем так, пустые вещи. Пустые слова, пустые... Что-то пустое, скажем так. Там пустые разговоры, знаете, болтовня. То есть, есть с этим ли проблема в шаббат или нет. Аллаха говорит, Аллахушка на руки, в рома и так далее, что если человек получает удовольствие от пустого разговора, беседуем, болтаем это, получаем удовольствие, в этом запрета никого нет. Человек может получать удовольствие от простого разговора в шаббат ни о чем. Но, 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 очень важно, чтобы человек знал меру в этих вещах. Что значит знал меру в этих вещах? Имеется в виду, что не забывал, что нужно в шаббат еще посвящать время торе, духовным вещам и так далее. И очень важно, чтобы вот эти вот действия, эти вещи, которые человек делает, разговоры, скажем так, праздные разговоры, не заняли у них весь шаббат, и шаббат не ушел без того, чтобы человек занимался торой. Поэтому, кстати, Аллаха говорит, мудрецы советуют, что в шаббат нужно не сильно приударять в еде и во сне. В шаббат очень важно спать. Да, кто не знает, шаббат это аббревиатура. Шина бы шаббат тону. Окей, то есть, да, спать в шаббат это удовольствие. И да, нужно это делать. Нужно в шаббат делать трапезы, чтобы было застолье. Важно, важно. Но нельзя, чтобы весь шаббат прошел во сне, в разговорах и в застоле. Нужно, чтобы в шаббат была духовная пища, чтобы в шаббат учить Тору. И дело в том, что Тора пришла ко Всевышнему и спросила его, скажи, вот народ Израиля входит землю Израиля. Будет там пахать, сеять и так далее. В пустыне они меня учили, потому что им делать было нечего. Как мы сейчас на карантине, нам сделать нечего. Нас закрыли, так мы можем Тору учить. То же самое было в пустыне. Сидели в карантине, Тору учим, хорошо. Сейчас мы выходим на работу земля Израиля. Тора говорит Всевышнему, они меня забудут. То есть, да, они будут обработать, заниматься своими делами. Всевышний ответил, нечего тебе переживать, все будет хорошо. Ради того, чтобы уничтожили Тору, я дам шаббат. Они тебя будут учить в шаббат и в праздник. По этой причине советуются, внимание, очень любое внимание, советуются, совет, в шаббат учить как минимум шесть часов Тора. Шесть часов. Да, я вижу ваши глаза, да, я вижу ваши глаза. Шесть часов, да. Скажем так. Колям арбевы, колям амид, айкарши хамент ли боли, чем шаман. То есть, да, каждый уменьшающий или увеличивающий, главное, чтобы сердце было во время небес. И помнить, что не надо, что шаббат должно быть еще изучение Тора, хоть немного, но должно быть. То есть, это очень важно. Теперь мы поговорим по поводу действий ради заповедей. То есть, мы сказали, что разговаривать о разных вещах запрещенных, которые действия запрещены, запрещено. Делать всевозможные вещи запрещено. Ходить, допустим, для будничных нужд, то, что в шаббат запрещено. Вопрос, если я это делаю ради заповедей. То есть, да, если мое действие, мой разговор, он вроде бы о будничных делах, но у них стоит заповедей. Сейчас объясню. Есть ли в этом проблема? Дело в том, что у Ишаяу, как сказано, викибадыто мяасодрахэха мимцо хавцыха видадер давар. То есть, да, и уважая его, не делая твои вещи, занимаясь твоими делами и разговорами твоими. Но говорит Гмара, хавцыха хафацехасурим, хавцей шамаем уторим, то есть, твои дела запрещены, но дела Всевышнего, то есть, дела Небес разрешены. Таким образом, в шаббат, то есть, делать всевозможные вещи, которые как бы показывают на будни, но они делаются ради шаббата и не являются нарушением 39 запрещенных работ, в этом нет запрета в шаббат делать. Например, человек может пойти, допустим, человек строит синагогу, то есть, да, или строится синагога его общине, человек может пойти в шаббат, то есть, да, посмотреть на строительство синагоги, несмотря что в будничные дни, для того, чтобы видеть, как это продвигается. Так как синагога заповедь, и увидеть продвижение, у человека другого времени не было, и он хочет видеть продвижение строительства синагоги, то ради этой заповеди он может пойти и посмотреть. Или, например, пойти куда-нибудь для того, чтобы приготовить что-то к свадьбе, то есть, допустим, для невесты. Есть свадьба, есть невеста, и нужно что-то приготовить, куда-то пойти что-то посмотреть ради невесты, не нарушая запреты шаббата. То вроде это будничные дни, но из-за того, что есть заповедь Ахнасад Кала, то есть заповедь делать свадьбу для невесты, то есть такая заповедь, то можно это делать в шаббат. Или, например, начинать двигаться к автобусной остановке, к выходу шаббата, например. То есть, да, для того, чтобы в молодцы шаббат сразу, как только можно будет, поехать, допустим, сделать, не знаю, там, нахумавелим, то есть, да, утешить там людей, которые себя в траву, и ты хочешь поехать. Допустим, шаббат поздний, выходит поздно, как сейчас, и человек хочет отправиться, чтобы успеть, и он выходит раньше, еще шаббат не закончился. Это можно по причине того, что ради заповеди. Точно так же можно говорить о разных будничных делах, если они ради заповеди. Например, можно, например, сесть и заняться денежными вопросами какой-нибудь трапезы для заповеди, например, свадьбы. То есть, человек может, снова, все это разрешено, если в другое время или без этого не получится. То есть, да, если человеку нужно в шаббат, то получается, что в шаббат нужно этим заниматься и говорить, потому что, если он это не сделает в шаббат, то это нанесет ущерб самой заповеди. Если же ущерба заповеди не нанесется, то, естественно, что это делать нельзя. Так вот, если человек занимается, ему нужно посчитать, поговорить о делах, связанных с приготовлением трапезы, допустим, свадьбы или обрезания, например. В шаббат, например, делают обрезание, да, в шаббат нужно делать обрезание, и нужно обсудить всевозможные вещи на трапезу, чтобы они были там в шаббат уже сам. Можно это сделать, включая высчитывание, сколько ты будешь платить, или, например, обсудить, нанять, допустим, музыкантов на свадьбу, или обсудить там с кем-то приготовление платья для невесты и так далее. Все это ради заповеди, это можно делать в шаббат, если это нужно делать в шаббат, если по-другому пострадает. Но, допустим, запрещено закрывать сделку, то есть, да, если человек обсудил плату, там, друг его в кетеринге работает, он не обсудил, чтобы он ему дал кетеринг на свадьбу, нельзя закрывать сделку в шаббат, это нельзя делать, это тоже оставить на будний день. Или, например, договариваться о какой-то купле-продаже, или произвести, естественно, куплю-продажу, это вообще запрещено. Или, например, если договариваются о одежде, или обсуждают одежду, или какие-то вещи для родителей невесты, для гостей, для сестер невесты и так далее, это запрещено, потому что нет заповеди одевать родителей и так далее. Заповедь готовить невесту к свадьбе, но нет заповеди готовить гостей к свадьбе или братьев невесты, или сестер невесты. Поэтому обсуждают только то, что нужно для невесты, но не то, что нужно для ее родственников. То есть, таким вот образом. Надеюсь, принцип понятен, то есть, да, если да, то есть, макните мне головой. Окей, ёфе. Кроме всего прочего, из этого выходишь, например, можно делать, вы знаете, в шаббат делают продажи, то есть, да, такие аукционы, когда в торе и так далее. Все подумают, а как это можно делать в шаббат? Говорят же о деньгах. Вот можно это делать, говоря о деньгах, по причине того, что это ради заповедей. Из-за того, что это ради заповедей, нет никакой проблемы это делать в шаббат. Более того, можно даже сообщить в шаббат о какой-то вещи, на которую собирают деньги, вздаку. И прямо в шаббат можно об этом сообщить, если надо. И люди могут пообещать дать эти вещи в шаббат. Это разрешено, потому что это ради заповедей. Такие разговоры разрешены. Более того, можно также заниматься и разговаривать, обсуждать плату за обучение детей. Причем не только обучение детей Торы, но и также обучение детей наукам и ремеслу. Потому что, говорит Гмаравка, кстати, Кедушин, что заповедь на родителях, на отце вообще-то, научить детей Торе и научить детей ремеслу, чтобы они могли себя зарабатывать и кормить. По этой причине учить ремеслу, а в наше время это наукам, тоже является заповедью, которая лежит на родителях. Таким образом, то есть это можно обсуждать. Из этого выходит, что, например, директору школы, директор школы, если вдруг встретил человека, который хочет, чтобы у него преподавал в школе, он может с нему предложить в шаббат работу у него. Причем вплоть до того, что он может ему сказать, сколько он может зарабатывать, сколько ему будет зарплата за его работу и так далее. Единственное, что нельзя закрывать сделку, то есть сам шаббат, нельзя договариваться окончательно. То есть предложение можно сделать, сказать, сколько он заработает, но нельзя, скажем так, пожать по рукам в шаббат. Это стоит знать. И мы знаем, что есть заповедь заниматься бацурхетсибу, то есть да, в нуждами людей. Это очень важно, начать заповеди. Так выходит из Мишнабрура. То есть Мишнабрура, это, прошу прощения, это выходит из Ушхана Руха. Выходит из Гмары тоже. Но снова я повторю, как объясняет Мишнабрура, все это можно в этом облегчить только в одном случае, что из этого есть польза самой заповеди. Когда же в любом случае забота об этих делах произойдет и без того, чтобы их обсуждать в шаббат, то понятно, что все это запрещено обсуждать в шаббат и нет никакого разрешения. Есть еще один интересный момент, стоит знать, что когда надо, можно объявить о пропаже. Допустим, вы нашли какую-то вещь, даже кошелек. Кошелек, казалось бы, в шаббат нельзя. То есть там мукцы нельзя упередать. Но можно из-за того, что есть заповедь о шаббатах веда, то есть вернуть потерянное, таким образом можно сообщить об этом, то есть о потере в шаббат-синагоге, например, когда человек знает, что там больше всего людей собирается, и когда он сообщит о потере, больше людей услышат, и есть намного больше шанс, что найдется хозяин потери, то тогда можно сообщать о потере, несмотря на то, что потеря является мукцем, несмотря на то, что потеря является вещью запрещенной в шаббат, как, допустим, деньги, кошелек и такие вещи, то есть, не знаю, iPad, все что угодно, компьютер. И просто после шаббата человек подойдет к тому, кто нашел, и они разберутся. Кстати, например, есть еще интересная вещь, Мишна Бура пишет очень интересную вещь. Если есть место, в котором тяжело найти, скажем так, предметы для исполнения запреки, например, мацу на Песах, четыре вида в среднем на субботу и так далее, то в этом случае, говорит Мишна Бура, что можно сообщить в шаббат, где их можно купить. Казалось бы, покупать шаббат нельзя, делать сделки нельзя, это действие запрещенное в шаббат покупка, но из-за того, что, допустим, что человеку нужно достать вот этот вот предмет для заповеди, и есть проблема его достать, то можно в шаббат объяснить, дорогие товарищи, сегодня у Рабиновича, допустим, там в воскресенье, продаются арбат аминим, или там Абрамович продает мацу и так далее. Это можно, Мишна Бура говорит, это можно делать по причине того, что ради заповеди. Так, мы разобрались, я думаю, мы разобрались, надеюсь, понятно, то есть разобрались со всем, как и что можно говорить. Сейчас мы перейдем, начнем к тему, которую мы сегодня не закончим. Мы продолжим на следующем уроке с Божьей помощью, на следующей неделе. Это тему, что можно читать в шаббат. И вы будете удивлены в некоторых вещах, которые вы не знали, я уверен, что многие не знали, что в шаббат можно читать, что в шаббат нельзя читать, и мы начнем сегодня, мы начнем сначала с базисов. У нас есть очень интересная вещь. У нас есть такое понятие «шитрейгидьютот». «Шитрейгидьютот» — это всевозможные документы, которые связаны с бизнесом или платежами и так далее. Например, всевозможные облигации, бланки займов, мошканты, банковские бумаги и так далее, и так далее. Договора — все это считается «шитрейгидьютот». Они, понятно, запрещены в шаббатах. Но есть еще, базируясь на этих документах, есть дальше от этого двигается запрет. Мы должны разобраться, почему и что именно запрещено. Есть спор между мудрецами первого поколения, между решением, что запрещено читать. И как? И почему? Есть мнение Раши, Ри и Роша, которые объясняют, что запрет читать вот эти документы, которые мы сказали, что «трейгидьютот» — это из-за проблемы купли-продажи, что человек начнет заниматься бизнесом в шаббат и заниматься делами. Поэтому нельзя читать всевозможные документы, обязательства по долгам, с Машкантой и так далее, и так далее. И в чем запрет, на чем он стоит? На запрет все тот же стих выше Аяу, Мемцохов Цехаш. Нельзя заниматься своими делами в шаббатах. А мудрецы на это добавили и постановили, что также запрещено читать любые документы, любые надписи, в которых нет никакой пользы в шаббатах. Например, нельзя читать подписи под фотографиями, читать письма, читать всевозможные открытки, светские книги. В чем проблема? Потому что, исходя из этого, то есть мудрецы боялись, что начиная читать все эти вещи, человек перейдет, начнет читать документы, то есть документы, которые связаны непосредственно с будущей деятельностью, и нарушат запрет Мемцохов Цеха. С другой стороны, написали алкогические авторитеты, что запрет читать надписи под фотографиями, открытки, письма и так далее, это только когда у человека нет от этого никакого удовольствия. Если же человек получает удовольствие от прочтения этих вещей, то он имеет право их читать. Например, это вопрос чтения светских книг. Можно ли в шаббатах читать светские книги? Это подход Роша и Раша. Есть Рамбам. Рамбам говорит, что в шаббат нельзя читать ничего, кроме святых книг. Вообще ничего, кроме святых книг. Почему? Рамбам объясняет, что запрет стоит совершенно на другом. Он говорит, потому что если люди будут читать те все вещи, которые они обычно читают в будние дни, там, светские книги, книги наук, учебники и так далее, неважно что, надписи, письма и все, есть опасность, что они придут к тому, что они начнут писать или стирать. В этом запрет мудрецов. Не то, что они придут к Мевцоха в цеха, то есть запрет у мудрецов, а придут к запрету Торы, поэтому по причине у Рамбама запрет тотальный. На все. Как у Рамбама. На Аллаху принято. Есть очень интересная вещь. Вообще принято. Установили Аллаху как Раша и Роса. То есть так установил Мишнабура, так установил Шруханаруха Ра, Шмирача Ватклхада и так далее. И они объясняют, то есть в принципе, что если человек, они говорят, что читать светские книги, письма и так далее, в них нету самостоятельного запрета. Нет запрета читать книгу. Нет запрета читать письмо. Запрет находится на том, что есть проблема, что он может из-за этого начать читать документацию, которая связана с бизнесом или с делами. Таким образом, если человек получает довольствие от книги светской, от изучения наук и так далее в будний день, если он ничего не пишет, и это его удовольствие, по их мнению, это разрешено. Так установил Аллаху. Таким образом, разрешили читать возможные вещи для заповеди, например, или книгу и так далее. У Шрухана Руха очень сложно все. Шрухана Рух, по идее, устанавливает на Аллаху, когда мы читаем, как Раш и Рош, что он говорит, что человек может читать всевозможные письма, надписи, инструкции и так далее. Если у них есть какая-то польза человека в Шаббат, он может что читать. Но, с другой стороны, написал Шрухана Рух, что книги о науке, например, нельзя в Шаббат читать. Это получается как Рамбом. То есть, он с одной стороны как Раш, с другой стороны как Рамбом. Поэтому есть многие, которые Шрухана Руха объяснили, что есть очень интересная вещь. Они объяснили, что проблема в получении удовольствия. В книгах науки человек не получает удовольствия, он от этого, то есть, получает пользу. И по этой причине это не удовольствие, это польза. И это приравнивается, то есть, поэтому есть в этом смысл запретить и устрожить. Это также человек, меботель Тура, то есть, он не учит Тура. С другой стороны, письмо там, или надпись какую-то, когда человека, то есть, не знаю, почитать надпись под картинкой какой-то и так далее, это не запрещено, причине того, что действительно несет человек информативность, удовольствие, или, допустим, несет какую-то пользу для его тела или чего-нибудь такого. В любом случае, у Сефарда есть проблема. Сефарды действительно устражают как Рамбом в очень многом. Это по поводу изучения наук или по поводу чтения всевозможных вещей, которые не связаны с Турой. Правда, письма можно читать, если они подают удовольствие. У Ашкеназов, Аллаха по-другому, абсолютное большинство аллитических авторитетов Ашкеназов разрешили читать любую литературу, любое чтиво, которое доставляет удовольствие или пользу человеку в шабах. Почему? Потому что весь запрет запрет мудрецов, и когда мы говорим запреты мудрецов, то мы идем по облегчающему мнению. Таким образом, кстати, как мы сказали, хотя очень интересно, что сепарды, например, даже могут читать возможные вещи, которые связаны, допустим, с пользой здоровья. Например, можно читать шабах, даже по мнению сепардов, которые, допустим, помогают здоровому питанию. То есть, всякую инструкцию или всякие там диеты в шабах читать, которые помогают человеку правильно есть, можно. Почему? Потому что это польза тела, это разрешено. Хотя это не получение удовольствия. Кроме всего прочего, допустим, можно читать надписи, надписи нельзя читать, надписи на продуктах. Надписи на продуктах, когда мы хотим знать, что в них составляющее, для того, чтобы знать, есть нам это или не есть. То есть, с точки зрения нашего здоровья и так далее. Таким образом, это тоже можно и сепарды тоже разрешают. То есть, если мы подведем итог, получается, что глобально читать можно все, если вы получаете от этого удовольствие, если башкинас. Если вы сепарды, читать нельзя ничего, кроме тех вещей, которые несут непосредственную пользу читать, и это не изучение наук в шабахах. Окей? Теперь, можно ли читать документацию? Это с точки зрения чтива, в которой нет документации. Есть документация. Документация, реклама. Знаете, вот в шабатных листовочках вы открываете, а там есть реклама. Можно эту рекламу читать? А там цены написаны иногда. Можно ли печатать эту рекламу? Это всегда такой вопрос. Начнем с того, есть такое понятие, можно ли читать вещи, которые связаны с будничными делами ради заповедей. По мнению Раша и Рош, понятно, что читать вещи, которые связаны с заповедью, даже если они будничные, даже если они связаны с делами, можно по причине того, что запреты там им цоха в цеха, то есть, да, это, то есть, не делать свои дела, а мы сказали в авальхевцей шамай мутарим, дела небес разрешены, если дела небес разрешены, то это тоже дела небес, таким образом выходит, допустим, может габай приготовить такие петки, то есть, такие бумажечки с суммами обязательств, и, допустим, прикреплять их в шаббат, допустим, человек поднимается к торе, говорит, сколько он дает сумму, допустим, жертвует, и можно взять такую вот бумажечку, приклеить к его карточке с его именем в шаббат, чтобы не забыть, что он должен дать денег, и, если что, потребовать с него этих денег, почему? Потому что это ради заповедей, также можно повесить в синагоге в шаббат, допустим, счета за воду, счета за электричество и так далее, те вещи, которые нужно заплатить, для чего? Для того, чтобы в шаббат больше всего людей приходят, увидят, что синагога нуждается, допустим, в пожертвовании на свет, на воду и так далее, и они смогут пожертвовать. Вроде бы, это чтение в будничных документах, но это разрешено по причине того, что это ради заповеди, ради синагоги. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, такие вещи делать можно, даже читать вроде бы документацию, связанную со всеми делами, с платежами, но ради заповеди это разрешено. По поводу рекламы. Можно ли размещать рекламу в шаббатних листовках и можно ли читать эту рекламу в шаббатах? Ворхот шаббат по-настоящему, то есть, он задался вопрос, можно ли читать, то есть, он, правда, задался вопросом продажи всевозможных предназначений для заповедей. Допустим, в листовке там пишут, там книги продают религиозные или продают там Арбат Амением или Тфилин или так далее, так далее, книгу Торы. Можно ли это рекламировать и можно ли это читать в шаббатах? Почему? По причине того, что по-настоящему, когда я это читаю, хочу это приобрести, это ради заповеди мне. Но с точки зрения продающего это заработок, это бизнес. Из-за того, что это бизнес, казалось бы, это не ради заповеди, потому что он, он делает бизнес на этом. Это его бизнес. И поэтому Шаббат сомневался в этом вопросе и он привел от имени Рава Карелеца за Харцерик Левраха, что да, это можно вешать такие объявления, считать объявления, если в них нету суммы. То есть, само объявление о продаже, но нет написанной суммы. И тут очень интересный момент. Дело в том, что Рав Меламет по этому поводу пишет интересную вещь в книге «Свои книги на Аллахах». Он говорит, что иногда упоминание цены очень важно. В каком смысле? Что есть большая важность использовать цену, потому что если человек не будет упоминать цену, не покажет, что это дешево, то люди это не купят, то есть люди не будут исполнять заповеди, не пойдут то есть брать и покупать и делать. Таким образом, если есть надобность упомянуть цену ради того, чтобы люди приобрели и исполнили заповедь, в этом случае можно положиться на меч на брак. Он сказал про поводу полулава и про воду тусукова, то есть то, что я говорил про водулава, тфелина и так далее, что если есть недостача или маце, то есть здесь недостача, можно сказать, что вон там можно купить, можно это сделать, на этом можно положиться для того, чтобы написать цену или прочитать цену или положиться на то, что ради отзади, хотя тут есть Купля-продажа вроде есть, из-за того, что по-настоящему я на данный момент не занимаюсь купля-продажей, я не делал никакой купли-продажи, я на данный момент то, что я делаю, это лишь читаю и, может быть, соберусь приобрести вещь, связанную с заповедью, книги там Арбата Меним и так далее, и это можно сделать. Таким образом, Рав Миламед, например, хочет, напишет на Галаху, я с этим с ним весьма согласен, что можно в шабатних газетках печатать и читать всевозможные вещи, связанные с заповедью, например, как я сказал, книги, святые местные книги, Тору, Тфилин, а также, например, дома в земле Израиля, например, на Иудеи, Самарии и так далее, потому что есть заповедь заселять себе в землю Израиля, если будут аттрактивные цены, привлекающие человека, то есть купить и поселиться на заселить землю Израиля, то человек купит и заселит тоже ради заповедей, в этом тоже можно разрешить. Так, на сегодня мы с этим закончим, потому что, то есть, если мы дальше, то есть там начинается следующая тема, на следующем уроке с Божьей помощью мы продолжим эту тему, что можно читать, что нельзя читать, а пока мы на этом остановимся, я сейчас остановлю запись. Спасибо. Спасибо.